Идёт война. Мы высвечиваем проблемные точки в тумане войны. Но есть и хорошие новости. Продажные морды. Всем привет, это программа «Двано и дно». С вами ведущий Владимир Капустинский. И Павел Дмитриев, тоже в кадре. Не забывайте подписываться, ставить нам лайки, писать комментарии. Даже негативные комментарии мы всё читаем. Да, это правда. Наш прошлый выпуск получился, по-моему, самым просматриваемым. Да, и... Благодаря вам. Да, так что смотрите нас и дальше. Михаил Ведерников, губернатор Пузыковской области, всё-таки снизошёл спустя неделю практически. И прокомментировал то, о чём говорили с начала прошлой недели про потери в полку, где были мобилизованы из Псковской области. В 2009-м это стрелковый полк, да, попал бы дострел в Белгородской области. Как-то губернатор обычно выпускает на выходных там свою эту программку, она то у него еженедельно называется, то ещё как-то. И тут он решил, наверное, что ничего же сверхъестественного-то не происходит. Зачем с графикой сбиваться? Ну, было запланировано на выходные, он на выходных и вышел. Действительно, и причём так вышел, он чисто подчинович и так сразу с первых этих кадров говорит, ну, значит, мы связь-то с подразделениями поддерживаем, если надо, берём там информацию у коллег из других регионов, вот. И потом так через пару минут говорит, ну, вы знаете, я ничего не могу рассказать, потому что это на руку врагам. Много информации, но ничего сказать не могу. Очень, да, очень был интересный выпуск. Мне нравится, что он начал говорить про некие иногентские СМИ, которые говорят, наполняйте информацией просто преступно. И здесь губернатор соврал дважды. Так. В двух предложениях два раза соврал, с кем не бывает. Во-первых, Псковская губерния не иногентская СМИ. Ну, знаешь, а вдруг он там какую-то медузу имел в виду? Ну, имел в виду он именно в Псковскую губернию. А во-вторых, давать комментарии, делиться информацией даже со СМИ, которые признаны иногентами в России, это законно. Нет никакого закона, запрещающего это делать. Выкуси! Ты понимаешь, тут надо перефразировать этот тянонящий язык на нормальный, человеческий. Наполнять информацию на агентские СМИ, это преступно. Вот переводим, это звучит так, что подыхайте тихо, не привлекайте к себе внимания. Да, да. Губернатору не нравится, когда пишут. Когда говорят, что там жители Псковского с какого-то хера в плену, там где-то под Белгородом оказались. Чего знаю, сколько в плену, чего знаю, сколько погибло. Да, мне нравится это губернатору. Я еще, знаешь, отметил, вот он, ну, по-моему, каждый это должен был отметить, когда он сказал, что, ну, есть погибшие, к сожалению. Слава богу, цифры небольшие. Цифры. Раз это такая, ну, статистика для губернатора. Цифры небольшие. Сказочный долбой. Это просто отличнейшая формулировка для людей, которые погибли. Ну, а ничего, что их вообще не должно быть, этих погибших, это раз. А во-вторых, он так вот говорит, он еще говорит, нету поводов для паники, не надо формировать панические настроения. Ну, то есть, ты приходишь и говоришь в своем выпуске, что у нас есть погибшие, сколько ты не называешь. 2023 год. Жители Псковской области погибли в Белгородской области. Какого-то хрена. Да. Губернатор выходит и говорит, какая паника, что все в порядке. При этом говорит, что там бои идут в Белгородской области, говорит, что ему звонят с предприятий, которых мобилизованных забрали, эти мобилизованные сейчас в этой внесорубке. Он говорит, что ему родственники там куча сообщений пишут. Говорит, ну, для паники поводов нет. Губернатор пытается сделать вид, что все в порядке, что ситуация сейчас абсолютно рутинная. И что Путин, что, в общем, все эти чиновники, они хотят сделать ситуацию, что вот идет война, умирают люди, и как бы ничего не происходит такого, ну, зачем паниковать? Нет. Все вообще не нормально. Идет война. Людей собрались в предприятиях, где они должны были работать спокойно и работать. Отправили куда-то, дали им эти автоматы в руки. Их теперь убивают. Они убивают. Нет, ничего не нормально. Повод для паники самый, что ни на есть есть. Война идет. Вообще, что для губернатора нашего повод для паники, мне интересно. Я не знаю, что ли, война не повод для паники. Ну, я точно знаю. Он сказал, делить на два все непроверенные информации, которую ты сейчас вот доносишь, ее надо делить на два. Пофигу, что вообще ничего не говорит. То есть, его информации вообще не на что делить. Не на что делить на ночь. Вот. Но ты, он еще так, мне понравилось, я даже выписал себе, он где-то, знаешь, даже так по очистке формулировки такие себе позволял. Значит, сказал, мы высвечиваем проблемные точки в тумане войны. Наш он этот, прожектор Парис Хилтон. Ага, они говорят, ежик в тумане. Блин, вообще красавчик. Проблемы, говорит, со снабжением все нормально. Говорят, у нас там, не верьте в эти иностранные СМИ. Мы там все... Иногенским. Иногенским. Да, я думаю, мы иностранные для него СМИ. Мы там все усвечиваем, мы во всем разбираемся. Ну, вот, как бы... Он еще, когда сказал про убитых, мобилизованных, он когда потом сказал, цифры небольшие, потом он сказал про пленных, сказал, что по понятным причинам цифры не будем называть, его там кто-то смотрит. Эти люди были в вами в одном кабинете, кто вас там смотрит, Михаил Юрьевич. А потом он сказал, что погиб командир полка, вот этот Владимир Конецов, полковник. И после этого он сказал, зная его лично, выражая искренние соболезнования родным и близким. А что-то, когда он говорил про мобилизованных, он эту фразу не произнес. Вот для него там цифры небольшие, а тут он стал соболезнования выражать. Как-то, если не полковник, то он не соболезнован губернатору. Слушай, он еще эту фразу, я обратил внимание, он так сказал, он механически выражает соболезнования, знаешь, как жвачку прожевал, там никакой эмпатии абсолютно, просто, ну, ну, это обычная фраза, да. Он сколько раз пишет в своем телеграм-канале, фоточки выкладывает и пишет там, что он выражает соболезнования, своих вот тут не бросает, вот это все фразы, просто абсолютно уже чиновничьи фразы. Нам так жаль. И потом он такой говорит, ну, есть и хорошие новости. Так. Я такой думаю, что там? Фестиваль Вина все-таки проведут. Нет, он говорит, отбили атаку на запорожском направлении. Причем здесь это? Да, да, да. Причем здесь мобилизованные псковские, которые там погибают, в плен попадают. Вообще, при чем здесь все это? Ты, блин, губернатор, даже Кадыров, когда началась мобилизация, сказал, у нас не будет проводиться мобилизация в регионе. Ты, блин, губернатор псковской области, ты должен вытащить людей, сказать, никаких, какие там мобилизованные. Вы же, ну, что вы творите? Верните людей, чтобы они не погибали. Нет, он взял их, собрал их, отправил, что-то там перед ними высказался один раз, потом уже вице-губернаторов там отправлял, и когда их туда зимой уже отправляли мобилизованных, и теперь у него все в порядке. Сидит он там, фразочки произносит казенные. В красивой толстовочке там за победу, там что-то такое у него, какая-то милитарийская, какие-то надписи там. Ну, то, что, это он с начала войны, это сейчас заметили некоторые федеральные ресурсы, что типа ничего себе, в толстовке. Да он с начала войны в этой толстовке. Ну, слушай, это то, о чем мы с тобой говорили в прошлом выпуске, что, короче, он, вероятно, вообще информацией не владеет. Ну, собственно, откуда он узнает, что он ей владеет? Он говорит. По слову Дзерникова, спасибо не надо. Он говорит, я информацией владею, но цифру назвать не могу, потому что, ну, по понятным причинам. Мы сказали, что он либо не владеет ситуацией, либо он ничего не скажет. Опаньки, да мы просто эти, оракулы. Ну, да, на самом деле, если бы мы об этом не писали, о том, что вообще, что вот это происходит, он бы этот выпуск, я уверен, не записал бы. Потому что, в первую очередь, он решает пиар-задачу. Сделать вид, что все в порядке. Как, ну, типа, успокоить всех людей, вот, которые его там смотрят, а что они получают новости, видите ли у людей паническое настроение. Да, вообще-то люди погибают. Вот, ничего себе, люди начали нервничать. Губернатор, все спокойно. И не наполняйте информацией на агентские СМИ. Ну, хорошо, из этой логии, получается, надо наполнять информации про правительственные СМИ, да? Которые что-то не пишут. Которые хрен что напишут, действительно. Пока им отважку не дадут. Вы их наполняете, они всю эту информацию в стол положат, и вы также будете сидеть и не знать, что происходит. Да, они, в общем, совершенно не заинтересованы все эти правила с СМИ в том, чтобы сообщать то, что реально происходит на войне. Они заинтересованы в том, чтобы написать, что все в порядке. Это можно у них все время в ЗАГ выносить все новости о войне, у них там все в порядке. Вот так. Я просто не понимаю этих людей, которые вот так наполнились, со всей серьезностью, такие делают новости, что-то там ручками набирают, тексты эти пишут. Что ты не понимаешь? Продажные морды? Что там понимать? В Пскове возле школы номер 10, директор которой депутат городской думы, Псковская Ольга Федорова, там появились надписи. Вероятно, перед тем, как уйти на длинные трехдневные выходные, там праздновали День России, какой-то было линейки, там или что-то еще. И там мелом на асфальте было нарисовано очень много всего. В том числе, там был изображен как-то Киев, зачеркнутый над ним была, бомба нарисована, дети нарисовали. Там был лозунг «С***ть украинцам», только вместо украинцам было. Вот это другое ругательное слово, которое я даже не хочу произносить, что вообще-то является экстремистским призывом по действующему российскому законодательству. Призыв к убийству целого народа – это экстремизм, ну, как он есть. У нас уже любят там судить за оправдание терроризма, вот за это все. Вот это сейчас мелком написано напротив 10-й школы, причем это не стирают, потому что на следующий день Николай Кузьмин, тоже там псковский политик, прошелся, и оно только там эти надписи так и стоят. Никто их не стирает. Я рисую на асфальте белым мелом «С***ть украинцам». Ну, вот такое, да, вот такое в этой школе. Причем там что-то рядом ТАН-534, рядом как надпись «Ты лох», рядом какой-то мат, и все, вот это школа, там дети ходят, кто-то из этих детей это, значит, рисовал. Я уже даже не знаю, не хочется верить, что дети рисовали, но вряд ли что там сама Ольга Федорова рисовала этими мелками. Ну, там Слава-то так написано, чуть ли не с ошибками, но, разумеется, это дети рисовали. Ты знаешь, мне напомнила постановка Захарова «Дракон, убить дракона», шварцевская пьеса, когда в конце в самом Ланчелот идет и видит, что дракон с детьми этого змея воздушного там запускает, приучает детей. И он снова подходит и говорит к этому дракону, и дракон ему спрашивает, слушай, может не сейчас все-таки дети? И он словно там говорит, нет, сейчас. Он понимает, что дракон приучит детей, и этого нельзя допустить. И сейчас тем-то самым занимается власть. Этот тысячеглавый дракон приучает детей к тому, что, украинцев, это нормально. Этот тысячеглавый дракон, его самая маленькая головка, не знаю, как папилонка, вот этот депутат Гордумы, который там директор школы, она отвечает за свой участок, и вот детки у нее, значит, рисуют украинцам. А вырастет этот ребенок, и ему потом скажут, слушай, а там еще враги наши, там Белоруссия, не знаю, там в Австрии, он будет писать, и смерть не будет писать, точнее, а взятый автомат и пойдет с лозунгом с австрийцем или еще кому-нибудь. А потому что так учили. Ну, действительно, вот эти же уроки о важном были запущены после начала войны, и, судя по всему, есть дети, которые вот это все слушают, и потом идут рисовать вот это мелками на асфальте, что говорит о том, что есть уже эти военно-учебные все эти центры, где тоже детей учат, причем там уже детям и автомат пока собирать, разбирать. И вообще, есть же такое, как шутинги, и в том числе они в России проходят. Вы уверены, что детей стоит учить стрелять из стрелкового оружия? Если ты обращаешься к условному администрации Псковской области, там уверены, что да. А потом это видеоигры потом будут виноваты? Да, не говори. А если ты обращаешься к родителям, то вот слушайте, ну, убивайте этого дракона у себя дома, объясняйте детям, что нельзя там рисовать на асфальте и призывы убивать людей. И просто ведите с ними дома нормальные разговоры, воспитывайте их, потому что в школе мы видим на адекватную какую-то сейчас постановку картины мира в глазах ребенка рассчитывать очень сложно. Я думаю, что в адекватных родителей дети такое не рисуют, и они как бы прекрасно понимают, что к чему. Но есть же родители, которые с удовольствием эти буговки там Z надевают на себя. Да, да. А потом, помнишь, помнишь, там было в Сковском районе, что ли, эти буковки Z там подрисовали, вообще свастика получилась, на свасте тоже были рисунки, помнишь? Да, да. Ну вот. Сейчас буковка Z, а потом уже и свастика, а потом уже и народ богоносец, мы самые лучшие, мы достойны большего, давайте еще кого-нибудь захватим. Кстати говоря, про народ богоносец есть священник Иоанн Бурдин, которому он послал запрос, его там запретили в служении, и суд, русская православная церковь, написал в своем решении, что пацифизм, он не сходится с учением православной церкви, вот, написал, что его высказывания, пацифистские этого священника, явно порочат деятельность высшего церковного начальства, подрывают доверие верующих и наносят вред церковному единству. А как там в Библии написано, грабь, насилу, убивай? Ну, в Библии вот этом, в которой у Патраха Кирилла лежит, вероятно, вот так написано, потому что, да, вообще-то, как бы, есть Евангелие, там вот Христос такой был, Он там говорил, блаженны миротворцы, взявший меч, от меча погибнет, вот, говорил, что вот вам говорили, не убей, а я вам говорю, кто с ненавистью подумает, о ближнем своем, тот уже согрешил, тоже чувствует, да, вот, подрывает, подрывает это церковное начальство современное. Современно Россия стопудово подрывает. Ну, в общем, что говорить, если вот церковь такие издает, сигналы в школах такому, детей учат. Не знаю, Владимир Путин, который стоит с этим шампанским, постоянно что-нибудь говорит, раз в месяц строго бывает, что он стоит с шампанским, и что-нибудь такое ляпнет, там, что типа все, типа в порядке, вот, он давно живет в своем мире, а вот эти директора школ, губернатор, они, я вот уверен, что они-то как раз-таки гораздо больше понимают и делают это вполне осознанно, то, что там этот 70-скольки летний Путин живет полностью в своем мире, и он может там что ему докладывать, вообще не знаем, а вот все эти директора, все вот эти губернаторы, они прямо вот своими руками создают, не знаю, какого-то монстра. Да, свое поколение, которым они будут управлять, которое будет делать то, что им скажут, как у Грубинщикова, люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей, вот, так что не давайте строить планы на своих детей и вырывайте их всячески из этой кровавой идеологии. Да, ну и не забывайте писать нам комментарии, ставить лайки, подписываться на наш канал. Да, до новых встреч. Пока.